Запускаем. Смотрим в базе данных появилось две переменных. Это для случая, когда у нас равны внутригрупповые ковариации, когда они не равны. Мы должны сравнить таблицы классификации, одинаковые или нет. Этих двух случаев. Если они одинаковые, то мы тогда сможем пользоваться первым случаем. То есть, все-таки пользоваться предположением, что внутригрупповые ковариации равны. Зачем это нужно? Потому что это случай позволяет использовать больше опций. В частности, сравнивать таблицы классификации для RAND1 или RAND2. А случаи, когда у нас не равны ковариационной матрице, этого не позволяют делать. Это все-таки очень важный параметр качества модели. Итак, вот если посмотреть, прокрутить, мы видим, что действительно совпадают значения. Проще всего сделать кросс-таб, чтобы убедиться в том, что они совпадают. Analyze, descriptive statistics, кросс-табс. Запускаем. Перенес в Excel эту табличку. Действительно, мы видим, что практически полное совпадение. То есть, в данном случае модели не важно, равны или не равны внутригрупповые ковариационные матрицы. Поэтому пользуемся случаем, предоставляющим больше возможностей. То есть, возвращаемся к опции Reading Group. Coverage Matrix. Reading Group. Оставляем ее. И с ней запускаем. С ней 19 предикторов, зависимые переменные. Здесь уже можно, степая, с ней использовать. Можно Enter поставить, поскольку это уже итоговая модель. Selection Variable обязательно. RAND1. Все остальные статистики, которые мы уже оговаривали. Ну, бокс N нам уже не нужен. Continue. Можем выбрать теперь не только предсказанное значение. Принцип, оно уже у нас есть. Можем вероятность посмотреть. Для каждой категории, зависимой переменной. Запускаем. И получаем именно те таблички, которые мы уже проинтерпретировали. Почему нельзя сразу было просто взять без Stepwise и отобрать только значимые предикторы в исходной модели? Это нельзя было сделать, потому что в зависимости от набора предикторов...